Мужской камерный хор движения 40-40 выступил в Москве. В зале церковных соборов Храма Христа Спасителя коллектив представил программу Дары Волхвов, приуроченную к праздникам Рождества и Крещения Господня. Подробнее расскажет Екатерина Ходосевич. Полный зал Храма Христа Спасителя хор 40-40 собирает во второй раз. Их первое большое выступление состоялось в прошлом году на Пасху. И вот новая долгожданная встреча с уникальным коллективом. Мы рады, что хор 40-40 людям нравится, потому что, если честно, когда мы этот проект задумывали, немножко волновались, думали, а вдруг окажется не нужно. Сейчас много хоров, которые поют духовную музыку. Однако коллектив 40-40, как и движение, все-таки не сугубо церковный хор, а больше народный. В него входят певчи разных московских храмов и монастырей. Хор – он движение, которое состоит из православных христиан. Поэтому у нас и в репертуаре, в первом отделении музыка духовная, а во втором отделении музыка такая более, у меня язык не поворачивая, светская, но такая больше для, так скажем, сердца народная, любимая всеми музыка. В качестве приглашенного гостя выступил схиархи Мадрид Серафим, настоятель Староканского монастыря в Истирийской деревне в Грузии. Он известен тем, что служит и исполняет песнопения на арамейском языке, языке Христа. Многие зрители делились впечатлением. Выступление священника звучало для них словно ангельское пение. Впечатление у меня сильнейшее, конечно, от Серафима. От его пения, мне кажется, после него, в принципе, слушать кого-то очень сложно. Эта духовная музыка Рахманинова, Чеснокова, она практически не исполняется только в храмах. И то не везде. Поэтому обязательно, если есть возможность, нужно слушать, нужно приходить, нужно приводить детей. И это такое моральное, я не знаю, устое моральное, которое мы потеряли, к сожалению, а они нужны, на них держится общество. А народные песнопения исполнили приглашенные музыканты «Друзья движения 40-40». Александр Щербаков, Олег Лоза, Юрий Самохин, заслуженный артист Ингушетия Александр Тарадзе и многие другие. В это рождественское время, когда мы действительно восхваляем Господа, мне захотелось, конечно, послушать достойных исполнителей. Все исполненные песнопения коллектив символически принес в дар Христу. Так же, как и волхвы, две тысячи лет назад преподнесли свои дары родившемуся Спасителю. Спасибо. Спасибо. Спасибо.